В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич! Стартовал год экологии. Мы вновь говорим об окружающей среде. В этот год экологии увеличится ли ваш объем работы? Безусловно, увеличится, потому что он увеличивается год от года. Поэтому здесь, конечно, в этот год очень напряженный график именно тех мероприятий, которые запланированы. В первую очередь, это просветительские мероприятия. Особую роль и внимание уделим подрастающим поколениям, потому что они должны подхватить и воспитать в себе уже на безусловном рефлексе. Именно любовь к экологии и стремление сделать чище хотя бы на протяжении вытянутой руки от себя, не ухудшать это положение. Мы начинаем сейчас год с проверки режима использования особо охраняемых природных территорий. Затем у нас будут в контрольных целях проведены проверки исполнения законодательства в сфере воздухоохранного законодательства. И будут вопросы опять решены надзорными мероприятиями в сфере обращения с отходами производства и употребления, потому что это тоже одна из болезненных тем в Рязани и области. Ну и уже будем смотреть, какие нам необходимо провести работы, исходя из тех жалоб, которые мы получаем от организаций или граждан. Вот что касается воздуха. СМИ говорят то там, то здесь о том, что формальдегиды, опасные вещества, загрязняющие, превышенные в воздухе области. Вот как вы на это обращаете внимание? Нами была проведена плановая проверка в 2016 году. Мы акцент сделали не на деятельность хозяйствующих субъектов, а именно на достаточность принимаемых мер ответственными и уполномочными органами на территории города и области. Потому что нами не раз фиксировалось, когда жалоба гражданина поступала 1 числа, а выезжала лаборатория 10. Если мы говорим о воздухе, о том, что это следы утрачиваются безвозвратно, о какой объективности граждан мы можем вести речь и какую информацию гражданину мы можем подать, если мы через 5-10 дней только приехали для замера воздуха. Да, закон предполагает и обязывает нас рассмотреть обращение граждан в 30-дневный срок, но прикрываться этим не нужно. Тут в этом случае должен быть один срок, это незамедлительный выезд лаборатории для организации отбора проб, четкого сопровождения лабораторного сопровождения с учетом силы и направления ветра. К сожалению, этого не происходило. Мало того, когда мы запросили данные Росгидромета, какие загрязняющие вещества у нас на территории области присутствуют, нам сообщили о 5 загрязняющих веществ, на ряд из которых в существующей лаборатории пробы просто не отбирали. Они просто на это не аккредитованы. На это тоже было обращено внимание в ходе прокурорской проверки. И помимо того, что необходимо было усиливать группировку именно на территории области и плотность постов наблюдения. То есть, если мы говорим об объективном контроле, экологическом контроле в сфере атмосферного воздуха, мы должны знать его состояние в разных точках города. В ваших планах есть еще какие-либо мероприятия по улучшению качества воздуха? Во-первых, мы должны не снимать с контроля то, что мы выявили, какие нарушения, и проконтролировать недопущение этих нарушений впредь. Должны контролировать исполнение распоряжения губернатора области по тем мероприятиям, которые это распоряжение обязывает проводить, полномочным органам, и в контрольных целях, естественно, будем проводить эти проверки. У нас обязательно в этом году будет проверка по соблюдению вопросов водоотведения. Мы также запланировали, предложили губернатору провести координационное совещание в первом полугодии 2017 года по этому вопросу, потому что есть правоотношения, которыми можем исправить или улучшить, просто внести акты прокурорского реагирования, привлечь кого-то к административной ответственности, к дисциплинарной, и этого будет достаточно. Есть правоотношения и нарушения, которые не могут сдвинуться с мертвой точки просто внесением представления или наказанием кого-то. Это вопрос, допустим, в вопросе водоотведения, где колоссальные денежные средства нужны любому муниципальному образованию для реконструкции или строительства очистных сооружений. Мы понимаем, что ни поселок, село, ни район, и даже область в одиночку с этими проблемами, экологическими проблемами, оно не справится. Здесь должны заработать уже программы, и эти проблемы должны решаться программно-целевым методом, где идет целевое финансирование на конкретный объект. И здесь вносить акты реагирования и наказывать людей, привлекать их к различному роду ответственности, зная заведомо, что проблема не будет решена, ну, это грошится на этим актам реагирования. Это точно. Чем объясняется более пристальное внимание природоохранной прокуратуры к предприятиям и организациям, которые нарушают природоохранное законодательство? Мы сознательно не увеличиваем количество проверок на хозяйственные субъекты, потому что это люди, которые работают, которые платят налоги, которые некоторые предприятия являются в районах, в том числе и в городе, и бюджетноформирующие, и градообразующие. Поэтому здесь очень аккуратно подходим к таким вопросам при планировании проверок. В первую очередь, сначала проводим аналитическую работу. То есть запрашиваем органы контроля, которые проводили плановые и внеплановые проверки в анализируемой нами сфере, и уже спрашиваем, где им удалось добиться улучшения экологического состояния, где нет. Потому что по закону они могут провести плановую проверку спустя 3 года. Внеплановую, при отсутствии жалоб, допустим, и какого-либо видимого ущерба, или угрозы причины ущерба, у них тоже нет оснований. Поэтому мы вправе внести эти предприятия по результатам анализа той обстановки, которой в прокурорскую проверку. Естественно, когда мы выявляем нарушение предохраны, в первую очередь мы должны дать хозяйственному субъекту реальный разумный срок для его устранения. Мы не можем требовать установить нормативную очистку воды, которой не было 10-15 лет за месяц. То есть мы должны четко определить для себя, в первую очередь, тот разумный срок, который нужен предприятию для заключения соответствующего договора, проектных решений, и монтажа водоэксплуатации, проверки. И только потом мы уже должны смотреть. Ну, конечно, мы в динамике смотрим. Помимо анализа воды, недр и воздуха, вы еще оцениваете радиоактивную безопасность. Вот как и здесь обстановка. Значит, радиоактивная безопасность нами как отдельно, по отдельному разделу не проводилась проверка, но при проведении проверок по жалобам граждан, допустим, за нарушение при приеме отходов черных цветных металлов. Там обязательно должен быть радиационный контроль осуществляться. В ряде случаев мы проверили из 180 нескольких десятков хозяйственных субъектов, которые были указаны в жалобе. И мы увидели распространенные нарушения и запланировали эту проверку на этот год в том числе. В ряде случаев, когда приходили, издавали металл для того, чтобы передать его во вторичную промо-переработку, у тех организаций, которые принимали, просто не было прибора, который обязательно должен был. Где рязанцы могут ознакомиться с результатами проб воды, воздуха? У нас ежегодно издается распреднадзором подготовиться информация о состоянии экологической обстановки на территории Рязанской области, где указаны все загрязняющие компоненты, которые находятся у нас на территории Рязанской области. То есть это касается и атмосферного воздуха, выбросов, какие выбросы производятся, в каких объемах. То есть эта вся информация, она ежегодно актуализируется, и готовятся документы. Это можно ознакомиться на сайтах органов и Роспреднадзора. Кому необходимо, у нас расширяется прием граждан ежедневный. Может прийти в Трудаханную прокуратуру, ознакомиться у нас. За прошлый год какова она в сравнении 5 лет, 10 лет назад? В сравнении по выбросам у нас происходит уменьшение выбросов в атмосферный воздух. Если у нас в 2014 году было 103 тысячи тонн выброса, загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сейчас 98. По воде тоже незначительное снижение количества сбрасываемых неочистенных стоков. Но здесь, как я уже сказал, мы не ожидаем каких-то феноменальных результатов, потому что нам для начала надо привести в порядок хозяйство, которое отвечает за водоотведение. Спасибо вам за ответ. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас был межрайонный природоохранный прокурор Секин Алексей Геннадьевич. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Секин Алексей Геннадьевич.